Ирина Леонова – российская актриса театра и кино, которая ярко проявила себя в начале 2000-х годов. Однако успешной карьере и возможным наградам она предпочла семейное счастье, не догадываясь, к чему это приведет. Впоследствии ей пришлось справляться одной с семью детьми на руках. Давайте узнаем, как сложилась ее жизнь дальше. Ирина родилась в августе в 1978 году в Сталине на территории Эстонской Сыр. Творческие способности девочки начали проявляться еще в детстве, и она с ранних лет мечтала стать актрисой. Родители поддерживали ее стремление и поощряли занятия в различных кружках. Чтобы осуществить свою мечту, она начала посещать театральную студию при Русском драматическом театре. Педагоги и зрители были восхищены ее талантом, а на сцене вместе с ней выступали будущие известные актеры, такие как Кирилл Кяра, Павел Ворожцов и Илья Исаев. Все вокруг рекомендовали Ирине поступать в театральный вуз. Когда она получила аттестат и твердо заявила о своем желании стать актрисой, это никого не удивило. Леонова решила отправиться в Москву и поступать там. С первой попытки она стала студенткой актерского факультета высшего театрального училища имени Щепкина. Ирина попала на курс к одному из лучших педагогов, народному артисту с сыр Виктору Коршунову. Учеба в училище захватила ее полностью. Она с увлечением постигала секреты актерского мастерства, перевоплощалась в различные образы и училась у настоящих профессионалов. Ее выделяли среди сокурсников, отмечая не только талант, но и серьезный подход к профессии. Уже в студенческие годы Ирина начала выходить на сцену малого театра, где вскоре ей доверили главную роль в спектакле «Горе от ума». Получив диплом в 2000 году, она влилась в коллектив театра как полноправный участник. Ее внешние данные, величественная осанка, стройная фигура и благородные черты лица идеально подходили для классической драматургии. Ирина искренне радовалась возможности заниматься любимым делом, и ее имя быстро стало известно. В 2002 году роль Софьи в «Горе от ума» принесла ей победу на фестивале молодых талантов «Московские дебюты». Через два года она получила государственную премию Российской Федерации за спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Ее дебют в кино состоялся еще во время учебы. Она сыграла роль второго плана в фильме «Опять надо жить». Однако широкую известность Ирина приобрела после выхода сериала «Дети Арбата», где она исполнила роль Лены Будяновой. Эта работа стала знаковой не только для ее карьеры, но и для личной жизни. Именно после съемок сериала начался длительный перерыв в ее актерской деятельности, который продлился почти 10 лет. Еще во время учебы у Ирины начался роман с однокурсником Игорем Петренко. В 2000 году, после окончания вуза, они поженились. Молодожены мечтали о долгой и счастливой совместной жизни. Оба поступили в труппу малого театра, но Игорь вскоре покинул его, так как после исполнения главной роли в военном фильме «Звезда» в 2002 году на него обрушился поток интересных предложений. Их брак продлился 4 года, но мечте иметь много детей не суждено было сбыться. Регулярные походы к врачам и сложные обследования показали, что Ирина полностью здорова, но детей у пары не было. Это стало одной из причин их последующего развода. В это же время Игорь познакомился с актрисой Екатериной Климовой на съемках фильма «Лучший город земли». Вспыхнувшие между ними чувства привели к разрыву двух семей. Петренко и Леонова расстались спокойно и обдуманно, сохранив взаимное уважение. Ирина признавалась, что ей было тяжело пережить развод, но дальнейшие события помогли ей справиться с болью. На съемках детей Арбата Ирина сблизилась с актером Евгением Цыгановым, который играл Сашу Панкратова. Молодые люди быстро нашли общий язык, у них совпадали интересы и взгляды на жизнь. Оба мечтали о большой семье с детьми. К концу съемок всем было ясно, что на площадке образовалась новая пара. В 2005 году Ирина родила дочь Полину, и они с Евгением переехали жить вместе. Несмотря на тесную однокомнатную квартиру, пара продолжала увеличивать свою семью, вскоре на свет появились сыновья Никита, Андрей, Александр и дочь Софи. После рождения пятого ребенка они смогли переехать в более просторное жилье. Ирина и Евгений жили как семья, но официально так и не оформили отношения. Леонова утверждала, что дети важнее штампов в паспорте. Она была счастлива, занимаясь домом и заботясь о детях, пока Цыганов много работал. В интервью он отзывался о жене как о талантливой, умной и любимой женщине. Однако в 2015 году, когда Ирина была на последних сроках беременности седьмым ребенком, она узнала об измене мужа. Цыганов завел отношения с актрисой Юлией Снегирь, с которой снялся в нескольких фильмах. Вскоре выяснилось, что Юлия тоже ждет ребенка. Это стало шоком для Ирины, ведь после 10 лет совместной жизни Евгений принял решение уйти из семьи. Разрыв с Евгением вызвал настоящий скандал в СМИ. Цыганова осуждали за то, что он оставил семерых детей, Ирина. Однако не комментировала ситуацию и не обвиняла бывшего мужа. Единственное, что она позволила себе сказать, заводить ребенка на стороне, имея семерых детей. Это подлость. Цыганов оставил семье квартиру на Ленинском проспекте, но Ирина не смогла там остаться из-за тяжелых воспоминаний и вскоре переехала. Спустя два года Ирина решила вернуться на сцену. Она взяла себя в руки, быстро восстановила форму и обратилась к художественному руководителю театра Юрию Соломину, который поддержал ее и помог с оформлением пособий на детей. Возвращение в театр разнаменовалось ролями в таких спектаклях, как «Король лир», «Тартюф» и «Перед заходом солнца». В кино Ирина стала сниматься редко, но за последние годы приняла участие в нескольких фильмах, включая сериал «2022 года. Комплекс Бога». Несколько лет назад Ирина представила публике своих детей на концерте «Великой победе» посвящается, где они исполнили песню «Колыбельная». Она также занимается преподаванием. С 2017 года Ирина ведет уроки художественного слова в родной щепке, подготавливая студентов к конкурсам и выступлениям. Воспитание детей требует много времени, поэтому Ирине помогают родители, брат Владимир и няня. Евгений Цыганов тоже участвует в воспитании и материально поддерживает детей. Ирина ведет замкнутый образ жизни, избегает светских мероприятий и не дает интервью. Несмотря на возможность заработать на рассказах о разводе, она считает, что спокойствие детей важнее. По ее словам, она живет так, как хочет, и просит ее не жалеть, ведь она сильная женщина и нашла гармонию в жизни.